теперь я хотел бы коснуться тех вопросов которые подняли в начале прошлого занятия вот мы говорили двух вещах первые я сам поднял эту тему по поводу полотенца которые мы отобрали вот и поскольку как раз было такое активное обсуждение я вдруг открыл себя тема которые просто мы не коснулись я не хотел бы сейчас новых ходить в отбор но коснуться этого момента чтобы были курс просто жалко упустить поскольку эта тема которая принципе варход шаббата на не написано вот потому что несколько женщин да это настаивали на прояснение этой ситуации как мне пришлось покопаться вот и заодно посоветоваться с срамом поэтому я хотел с вами поделиться почему это целая тема почему это не одна одна вещь связана с этим полотенцем началось с полотенца да я сказал человек уже в саму субботу дарья что приготовить полотенце повесить на крючок чтобы было чем вытирать руки вот и я сказал то что поскольку мы поставить применение полотенца это вытирать руки а то что нависит это еще не является достаточным основанием вот поэтому необходимо когда мы выбираем выбирать мыслью так что я то есть я собираюсь сейчас в это выбрать чтобы использовать допустим помыть руки и вытереть руки и сеть руки так вот теперь и возникло обсуждение и задали вопрос такой что сама по себе о том что нах это в дом упорядочен находится в порядке что есть полотенце на месте так это уже является его применением так вот теперь смотрите я подошел посоветоваться с раун по этому поводу что он скажет по этому сказал что самого по себе по весь полотенце является непосредственно времени да вот я вышел отрава подумал тогда стоп если это непосредственно применения а мы обсуждали также о том что допустим скатерть постелить на стол я думаю никого не вызывает сомнений что это непосредственно применение сказать это допустите на стол праздничный да вот что не нужно ничего делать больше это ее применение постелите на стол правильно что если украсить что-либо нормально повесить полотенце это вопрос порядка да тоже нормально является уже непосредственным применением замечательно тогда я сперва но тогда выбрать фрукты да и поставить их вазу не то чтобы и не забуд кушни будку но поставить того чтобы то это часть красоты дома правильно почему тоже не должно быть разрешено ну мне кажется ну так так мне кажется делают да ставить вазу с фруктами что когда кто-то пожелает даже если кто не возьмет главное чтобы стоял так так вот почему бы тогда должно быть запрещено тоже то есть я выбираю сейчас вещи из смеси так я выберу эти самые фрукты из смеси там допустим я знаю там лежат вот вернулся кравус спросил он говорит да ты прав начал дома это смотреть книгах вот этот сам момент и видел несколько вещей значит прежде всего книга а или шулаж это книга такая книга довольно уже на лет 30 книги вот ров который писал это ров который лично завидовался сразу вам или ашин зефон вараха сам грейлиман да из семьи хазаныш вот он приводит их мнение и там такой момент разделяется ситуация когда вещь делается для украшения дома то есть я выбираю что-либо так с целью украсить дом вот и это да разрешается но именно такие вещи разрешается я посмотрел книги швуд и цхак ученик корабля что зефон и врахам чувство него много-много лет вот он пишет что раба лёша запрещает полотенце вывешивать так вот так я как бы вот как бы такая вот ситуация почему запрещает а написано том что это вещи которые связаны с порядком с порядком это не вещь которая служит для украшения так вот поэтому вот я предлагаю вот такой вот реестр это список это мнение есть мнение которое разрешает все что связано с порядком дома естественно включает украшение дома ров гольман это сказал что по его мне это можно сделать другой стороны я вижу что это в двух книгах аль-мишулаш и швуд и цхак которые при этом не ровляш его вот да разрешают все что связано с украшением дома но не разрешают то что связано с порядком дома до порядок дом почему то есть чем здесь разница может быть округа красота понятно выбрать цветы поставить их вазу это красота дома это их непосредственно применение постелить скатерть мы сказали то же самое что можно это так сделать это для красоты вот теперь есть промежуточная ситуация когда мы что-то делаем для других что-то делаем для других нас приехали гости и нам допустим нужно выбрать им постельное белье так делаем это заранее делом это заранее до предоставить им заранее в субботу естественно в субботу вот выбираем это даем им вот теперь они пойдут спать и применять постельное белье они будут через пару часов после трапезы уже это делать то есть но поскольку я сейчас так хотел обеспечить и чтобы у них было удобно чтобы они были спокойны что у них есть у них будет на чем спать им укрываться да я им сразу это даю свою часть так обслужить гостей я выполнил вот это вот моя часть обслуживания гостей является используя применением этого самых пассивного белья тоже называется немедленным образом но это еще лучше вы вообще выбрали сразу применили для себя не для гостей а для гостей вы выбрали сейчас потом вы будете здесь немножко ситуация уже может поменяться потому что в принципе вы еще не занимаетесь им просто вы упорядочить дом и вы стереть и кровать это я бы уже отнес случай как по полотенцам понимаете то есть там в чем в чем преимущество того что я делал для других мой долг это обслужить их мое обслуживание в том что я передаю им все моя функция закончилась да ну в отношении яблоко который дает дорогу гостям как раз написано четко и понятно что это нельзя делать потом но большинство мнения видел что это запрещают а в чем разница я скажу чем замечать я скажу есть такое понятие уход за гостями ко мне пришли гости я их принимаю так часть приема гостей обеспечить допустим постельным бельем понимаете вот то что я сейчас даю гостю на дорожку да он уходит меня возможно это можно отнести но это уже не так очевидно понимаете очевидно то что подходит под называют то что называется прием гостя это да разрешается делать это госпросилу равену тогда что же делать с этим акамолем который мы выбрали из ящика и мы не знаем он применит это сразу не применит и сразу что нам делать с этим акамолем рассказал что здесь ситуация более сомнительная вот и на этом ограничился так в ответе своем так вот полотенце она идет следующий этап это уже я делаю не для гостей я делал это для дома и это не красота а это порядок дома опять-таки роган сказал что это да можно делать потому что все что в плане того что порядка дома да я так хочу чтобы дом не был это в приготовленном к субботе виде субботу же саму так что все было на своих местах это уже достаточно того что применение я говорю что есть такое мнение книгах написано о том что не так поэтому данном случае я свои функции выполнят что я довел до вашего мнения вот а дальше тоже правильно но одно дело когда это на полу а другой сделок когда когда на вас на полу же она у вас уже отобрана вы подобрали неправильно здесь со стола перейти за его место не проблема но вы взяли из стопки то есть вы сделали отбор сейчас у вас сразу возникает момент том что 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 вот он сидела что красота и порядок это есть мнение который говорит это одно и то же и как раз это не разрешающее если который говорит порядок это одно красота и другое пожалуйста я бы сказал я бы сказал что поскольку эта вещь такая как без которой ну просто гевалт можно сказать да то есть да я уверен что наличие их на том месте это это непосредственно времени и не нужно там перекидывать этих этапа момент когда уже возникла возникла кризис ситуации я думаю что это понятное дело без проблем вы вы предложили и то же самое как мы сделали салат вот такую миску а съели эти самые этом диете половину и даже меньше того понимаете вот то есть это не проблемка это не проблема теперь второй вопрос который спросили в конце по поводу льда вот какая разница наливать значит нас лед вот мы станем его в воду либо мы наливаем сверху с ним воду какая разница безобидный вопрос вот я брошем удержался чтобы не ответить положительно вот ров сказал такой момент я посадился для металла он сказал вещь вполне понятную мы знаем с вами причем запрет хотя мы тем не приходили поэтому если кто-то как-то покажется это просто неизвестная вещь я прошу прощения потому что сильно мы не конкретно не касались только вскользь этих моментов поэтому есть непонятная после урока могу разъяснить но те которые дают тему знают идет речь о том что нельзя ломать лед в субботу так нельзя ломать лед в субботу теперь запрет идет о том году мы делаем основной руками то есть штуками непосредственно руками а каким-то предметом но наши под нашим действием он как он раскалывается теперь так вот выливание воды на это непосредственно если это делается резко начнет сразу трескать вот это делать нельзя потому что будет считаться как будто мы его раскалываем руками но если мы делаем это как знаете как и наливает пиво чтобы она не поднимала пену по стенке либо на него даже рассказал даже можно на него но осторожно слегка да та струя который не обязательно факт что он треснет не факт даже если произойдет он что-то треснет но это не факт то есть здесь нет то что называется псих рейша псих рейша вот это уже можно делать да чтобы он не треснул под нашим воздействием когда мы делаем это резким наливанием так он почти наверняка треснет если от резкого наливания потому поскольку это резкое повышение температура может треснуть по идее по идее должен сразу понятно да то теперь наш к нашей теме вернемся то есть я хотел бы первое занятие посвятить того чтобы с вами обрели тоже называется понятие связанной сваркой то есть аллогические понятия которые связаны сваркой мы с вами говорили по поводу того что называется 1 2 сосуд 3 сосуд правильно на прошлом бойки определяли что такое третье мы коснемся его без а душа и мы говорили также по поводу того что он называется общим определением что такое варка эти вещи важно знать что вам не казались они общими потому что когда человек эти вещи усваивает да эти общие казалось бы принципе он дух становится внимательнее внимательный когда ведь эта тема для него не стоит такой опыт общий какой-то такой простой ну учебу говорите я знаю как что говорить так а детально то человек становится внимательным что он делает потому что есть вещь который даже признаем что это вообще связано с варкой так вот здесь он который хотел это обсудить это то что называется понятие яд солидат то есть рука которая отдергивается то говорили что температура при которой начинается варка это температура при которой рука отдергивается по-простому так написано в книге урхот шаббат так эта температура дата в районе зависит от того кто как решает начинается примерно 40 45 градусов правильно четко написано вот теперь что это забер то есть получается при этой температуре начинается у нас уже понятие варки хорошо есть другое понятие как то что называется яд них вид них в это слово ожог так и я это ожог до ядних лет то есть рука которая обжигается у нас есть рука которая дергивается рука которая обжигается так естественно разница между ними это степени температуры понятно да теперь сразу скажу что написано мишны брули он приводит мнение хаи дам написано о том что по всем мнениям так во втором сосуде варка происходит когда температура яд них вы то есть рука обжигается если я буду говорить на юрист будет понятно яд них в этом смысле если я буду давать отременно то не будет путаться никого хорошо просто чтобы не так вот значит во втором сосуде когда температура яд них вид то то тогда происходит в нем варка по всем мнениям 70 73 градусов 70 73 градуса опять таки поскольку безусловно мы с вами не будем в субботу как мы будем определять 70 до 73 градуса тому же граждаником нам ничего нельзя мерить правильно ну так и для митвы разрешается это делать вот на принципе галузы ничего не мере где где никто не будет делать это вот поэтому безусловно параметры которым будем предъявлять это будут память и другие именно это я хотел с вами обсудить как мы устанавливаем эти самые вещи до до субботы то есть обычно мама которая готовит допустим бутылку бутылочку с я знаю там каким-то там с какой-то едой для ребенка она обычно пробует правильно это сообщение горячий ли она так что ребенок не ожог с другой стороны он знает на знаю что ребенок холодно не будет кушать нужно делать температуру оптимальную поэтому она пробует этот момент так вот в субботу поскольку это связано с некоторыми запретами она не может допустим смешивать вещи которые будут при температуре я сулит поэтому ей нужно уметь определять эти вещи какая какова температура то допустим воды которой она хоть сейчас подогревать так чтобы она не было я сулит теперь есть разные мнения по этому поводу я приведу мнение мишны брура потому что это основной основной линии по которой мы идем мечта бру в данном случае устражает он говорит что рука которая отдергивается то есть яд су ледит основный перевод так она не совсем отдергивается она отодвигается так буквально я просто он приводит раши 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 пишет я ним шахид до ним шахи то есть рука которая то есть когда вы касаетесь когда вы касаетесь рука не хочет оставаться на это да ей неудобно и хочется отодвинуться но не отдергиваться не отдергиваться отодвинуться то есть эта температура которая она ну нетерпима так но не так чтобы отдергиваться эта температура говорит конечно брура понимаете что эта температура она меньше потом поскольку лука все-таки терпит но это просто ей довольно неприятно она отодвигается так вот но она ниже получается помечной бруюли уже получается что варка начинается раньше раньше а ниже чем чем которая отдергивается нет 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 я еще раз говорю поскольку мы не можем определить 40 или 40 или 38 не знаем так то нам нужно какие-то параметры по которым определиться вот я начинаю их потихоньку вам их говорить так что как это придется так вот по руке это получается где-то рука которая нетерпима, нетерпима температура, то есть нетерпима, то есть я держу, держу, я уже хочу это двинуть в руку, так, вот, но при этом она не отдергивающаяся, нет, нет, то, что мы сказали по поводу в градусах, это будет 40-45 градусов, это будут те градусы примерно, так, вот, лучше не выходить в этот момент, потому что, я вас уверяю, там целый список, какие мнения получают, это и есть, мы говорим сейчас про яцуледат, это и есть яцуледат, это яцуледат, просто мы говорим нижнюю границу яцуледат, то есть то, откуда она начинается, так, по нашим ощущениям, то есть в данном случае я говорю по ощущениям руки, так, теперь, безусловно, мы с вами знаем, что есть разница между ощущением руки и ощущением в полости рта, правильно, это разные ощущения, где у нас более, ну, скажем так, мы более можем переносить температуру, в руке мы больше переносим, во рту, во рту, потому что это я, почему я такой, почему я такой мудрый, потому что в книжках написано, так, о том, что мы чай попиваем с вами при температуре, при температуре, при температуре 60 градусов, мы пьем чай, попиваем, я специально подчеркиваю, попиваем, то есть между глотками, так, это небольшими глотками, так обычно пьют чай, мы пьем при температуре 60 градусов в районе, это, во-первых, законоучители законоучители прямо измеряли, какая-то температура идет речь, то температура, по которой мы пьем чай, в районе 60 градусов идет речь, так, более того, я вам скажу, это, у Хазаныша спрашивали такой вопрос, по поводу связанных с Песохом, нужно ли делать агала, агала, как перевести на русский язык, агала, каширование, каширование для коронок, для основной челюсти, на Песох, на Песох, но почему, потому что, если идет варка при температуре яд-сулебед, то получается, хамец, который мы кушаем перед Песохом, он входит, то есть он, так сказать, невла, он поглощается, впитывается в эти самые искусственные зубы, вот, и получается, где вот нужна агала, то есть нужно их лягиль, так вот, то есть, другими словами, идет речь о температуре выше, 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 а не температуре, о которой мы говорим, пророку, так, и температура выше, теперь, так вот, когда мы пьем чай, мы сказали, пьем мелким глотками, потому что такой, такой, все-таки чай, его пить сразу, это будет горячо, правильно, вот, и это температура, мы сказали, 60 градусов, теперь, она может двигаться примерно, зависит от того, насколько Чирилки чувствительны, про Хатам Суфер рассказано о том, что он, поскольку он работал над собой, не, не получает удовольствие от этого мира, так, он приучал себя к этому моменту, так, он специально пил, кушал вещи, которые его шпарили, да, кушал суп, супы, такие вещи, температуре, которые кушать тяжело, кушал, причем так, глотая, так, чтобы, чтобы это, его, это обжигало, вот, его сын его спрашивал, сын его спрашивал, такой, да, его сын спрашивал, как бы, он у него несколько вещей было такое, он, допустим, мог учиться, учиться, у него перед столом, был такой, у него, так я слышал, у него был кол такой, кол, вот, когда он просто это, он засыпал, он, как бы, так наклонялся на него, вот, и так спал, когда он уже просыпался, он чувствовал боль, от боли он просыпался, и продолжал учиться, что-что? Я говорю, раз в этой английский принцип, так, в том все дело, в том все дело, вы понимаете, вы понимаете, это, когда человек, он, так, у него спросил сын, можно ли ему немножко попробовать, это, как бы, надо делать, некоторые вещи, опять-таки, сын, не маленький сын, где трещу, Талмит Хахам, Гадоль, Меод, это целый, это плеяда, семейство, Палмит Хахамид, Доли Меод, больших, вот, и знаменитых, известных, вот, он сказал, если ты при этом, секундочку, сейчас я точно постараюсь, помнить, как он сказал, я не помню точно эту фразу, но смысл был такой, я передам смысл, но не точно эта фраза была, он сказал, что, если ты это будешь делать с ощущением, что ты занимаешься самостязанием, да, то есть, ты мучаешься специально, то это неправильно, то это неправильно, да, ты должен понимать, как бы, то есть, ты должен другими словами, видеть цвет, который, который ты это делаешь, понимаете? То есть, человек, который это делает, этот Republicans видит свет, у него такое, что он понимает, что это нужно, это не то что нужно это 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 стоит того понимаете это 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 стоит того и на по-русски просто вам сказать закидай а да безусловно это должно быть на уровне это когда человек просто понимает что он он там вот он значит он делает винский галон делал он допустим известная история он три дня ничего не кушал потому что ему будет непонятно было гамара в русском талмуде он мучился не было просто на лица на нем не было но не знаю прям как вы насколько не сильно кушал вот и на третий день когда пришел уже его ученик он его сам пригласил позвал его и сказал ему позвал гонему сказал что вот у него такая проблема что он думал по этому поводу тут очень смутился что я могу сказать по этому поводу гораздо лучше меня знать что вы здесь можно вообще приду в это сказать он сказал я хочу что-то высказался он подумал и сказал свое мнение лицо урава просеял вот она просеяла потому что когда двое это это другое понимание он сказал сказал чтобы подали ему срочно не срочно на своем подали ужин вот то есть другими словами когда у нас температура до 70 градусов до 60 60 плюс скажем так это еще это верхняя граница яд солидат после этой верхней границы начинается это уже яд них вид понимаете то есть другими словами что можно с вами сказать что когда температура чая ну или другой жидкости такого что мы знаем что это чай даже мелким гладками я не стал бы пить то она уже приближается к 50 градусов понятно да понятно теперь где ведь это где мы это применяем какие вещам это применяем прежде всего еще один момент который хотел указать что такое нижняя граница я солидат 40 градусов не по ощущению руки очень руки мог может нас тоже подвести вот поэтому то что я видел написанными шут и цак и так я слышал трава гормана что это можно проверить полостью рта тоже нижнюю границу то есть 40 градусов 40 45 градусов можно правильно проверить полостью рта теперь где эти вещи нам важно применять нам важно знать эта тема который мы должны с вами касаться отдельно вот но потихоньку мы ее скажем пока не затронем между бруже пишет в как раз в разделе отбор шиню тет у него есть бюро лоха которые мне кажется он пишет а есть такое блюдо которые люди делают из ног животных вот я я тоже понял что холодец но честно говоря обычно он говорит или говорит либо штудинг что ну что это такие вещи вот он не написал здесь поэтому я не уверен что это холодец ну по идее должно быть холодец потому что там он говорит что-то нарезать до чеснок лук вот и мясо да вот и заливает это горячей водой вот утром в субботу чтобы кушать на третью трапезу да по идее застывший а как он застывает он не застывает вот так и он говорит о том что связи с этим делом люди делать несколько запретов торы совершать несколько запретов торы первый запрет они чистят лук чеснок от от кожуры вот и нарушать тем самым запрет какой-то запрет нарушает интересно такое позицию здесь бюро правильно это не сразу не собирается кушать на третьей трапезе да не чистят кожуру который можно делать но это то время которое необходимо для этого блюда чтобы она была с утра с утра дали я думаю нет я думаю нет это и думаю нет готовит утром я не успеваю что что приготовить заранее брод охладить то же самое как вы имеете то что то что мы делаем когда можно подогреть то же самое дело только охладить да это можно можно но опять-таки идет речь о том что они готовили утром к 3 трапезе и не думаю не думаю что бро написал между брура написала однозначно о том что они делали это проблема была что ли альтер написано это написано вот я уверен что надо знать конечно здесь более подопал больше подробности но он говорит что это не было ли альтер а написано написано готовится блюдо из ног скота да да что они делают они заливают они заливают это горячий горячим какой-то жидкостью вот наверно как раз на вармой за это вот прямо на эти самые лук и чеснок так и когда у них почистили и естественно их будут кушать а а теперь почему я привел этот случай потому что здесь происходит варка чеснока и лука которые сырые нет нет он говорит несколько запретов нарушает он просто приводит что они несколько запретов нарушаете запретов торг вот так вот почему это варка вот потому что чеснок и чеснок и лук это мишна брура так считать что это относится к разряду легко варимых вещей легко варимых вещей вот эта тема отдельная потому что есть это разногласия между между брура и хазаныш мы коснемся сегодня без аташем но фактом что это происходит варка теперь если идет речь и он там заканчивает это все это весь все повествование тем что он говорит что это нужно стараться ничего не класть в в емкости будет я судить в емкости будет я судить ничего не класть вот так и написано ну так написано я говорю буквально как написано ставите нет он сидел что надо лизаер не и между в руках напишет надо лизаер начать запрещено это я вас уверяю это однозначно я видел это не раз не два не три и четыре между бурят лизаер начать нельзя нельзя вот нельзя класть то что я от солидат так вот вот это то что это то что я понял из тоже написано то что он наверняка говорит про них вот но но по идее по идее то что я видел написано секундочку секундочку написано по поводу этого самых слов мишны бруры в книгах других как они поняли эти вещи это относится не только к лебешу что он относит не только к лебешу что я цуль этот она она может быть проблематично в некоторых вещах в качестве устражения я поясню свои слова пример примером допустим у вас есть я цуль этот и вы собираетесь заливать заварку туда либо те которые облегчают и в отношении пакетиков чайных до что в третьем сосуде это делают так есть такие которые облегчают особенно в всяких кемпингах когда есть общий такой знаете там если поставили в субботу столовой эти сам пакетик значит их можно делать то что то кто ставил они наверняка большие специалисты по поводу варки субботу вот и и поэтому значит можно это делать берут пакетик вот и и в этих случаях когда идет речь вы это опытные знаете что такое я солидат вы знаете о том что и сейчас даже в третьем сосуде есть устражение этого не делать есть устражение подчеркивать устражение есть мнение которое скажет что во втором сосуде уже можно не опасаться вот но есть устражение которое говорится вещи которые легко варим и так либо они не доварены потому что такое может происходить допустим с заваркой если ее неправильно заваривать дата на не факт что нормально сварилась так вот и тогда в этих случаях имеет смысл по крайней мере не во втором сосуде так это делать когда у вас температура я солидат а делать это 3 по крайней мере по крайней мере делать это третьем сосуде очень загадочная фраза убедитесь что они были заранее испечены сваренные обработки я честно изучила сегодня всю упаковку я тоже изучал ее я тоже изучал вот искал вот я вам скажу что я подходил краву по этому вопросу он сказал что в отношении растворимого кофе nescafe у него фирме это какой фирмы именно конкретно но по идее мы с вами все знаем эту самый этот самый nescafe вот в отношении его даже не написано о том что он сваренный то есть он уже готовы его можно использовать без проблем с горячей это горячей водой и от сулета нет это никакой проблемы в отношении шока это нужно проверять и он только могу подтвердить повторить слова которые сказано ход шаббат если мы не знаем четко нужно звонить и узнавать опять и когда вы будете звонить секундочку звоните узнавать нужно сначала убедить о том что кто-то вам вы отвечать не будет какой-то светский человек который ему сказать одно удовольствие скажи все что вы скажете к шерлими адрин а да 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 кашут кашут совершенно верно совершенно верно позвонить тот тот кашут который дает на данном случае на этот самый растворим шоку вот и спросите них как бы является потому что это вопрос который наверняка им звонили уже не раз ни два ни три еще один вариант позвонить рау пока шуту если вы смесь за него зазвониться вот равьёсов зарицкий очень известный рапа кашуту вот знает очень много много вещей очень очень много вещей а совета если он даст до него звонится вот много можно узнать все время узнавал даже у него как где в тель-виве можно найти кошерные лиме адрин и сюда до кредит рубин такие вещи ресторан даже такие вещи может сказать да он за в общем короче говорят отступление от темы так или иначе еще один случай который я хотел вам привести вот и здесь опять таки я только рассказываем что я увидел и более того мы с вами прошлом уроке говорили о том что поставить кастрюлю на полиэтилен так когда он будет сморщиваться либо налить кипяток в пластиковый стакан так то он должен будет размягчать вот я спрашивал вопрос сурава он сказал то что улож displaying в прошлом занятии о том что поскольку здесь нет намерения варить здесь нет намерения варить то это не является форма является формой барки этот это так не варит поскольку здесь нет намерений варить да мне 2 загреваем на то ктепо душ там прям портится вы нагреть его до 50 до 50 градусов он это искривиться и не думаю да ну это в этом там температура серьезная там все интертуру можете это 80 80 вот я говорю температуре который мы с вами говорим 50 60 градусов так но это температура при котором она их размещает вот я вам говорю это после украф сказал о том что это поскольку черт не намерен это делать вот и поэтому нет в этом проблемы я посмотрел тоже написано вархот шаббат не написано ничего по этому поводу вот то есть по идее они тоже разрешают то есть подавала проблему то они бы я думаю написали бы эту вещь но я вам скажу другой момент то есть во первых это тоже обсуждать о книге книгах шмут из как бы это приводит о том что он до запрещает эти вещи то есть размягчение пластика по его мне это нельзя делать он объясняет по той причине которым я пока не нашел ответ почему это можно то есть он говорит простую вещь он говорит поскольку размягчение в этой вещей в предметах не в еде это является их варка с вами говори на прошлом занять правильно нет качество да то есть нужно как еду приготовить что она была готова и а именно размягчение так размягчение там опять-таки есть целью сделать форму и так далее но сама по себе размещение это и есть варка которая применима к предметам вещам вот теперь у меня нет намерения замечательно но ведь здесь это варка происходит без неизбежно правильно то есть называется secretion secretion кто разрешил secretion почему разрешено secretion так я спросил урава этот вопрос вопрос он показал мне он сказал что есть в некоторых местах личный ролик где он разрешает что поскольку это нет намерения делать то есть лучше когда это даже secretion не будет здесь проблем почему потому что это не работа не работа это не работает это не не называется варкой но то что я видел в мечты бруи в несколько местах меня зовут раз два три четыре места места местах это это совсем не очевидно что мечтабрура действительно это разрешает вот поскольку это не очевидно поэтому я посчитал это все-таки это правильным сообщить вам о том что эта вещь которая не очевидна вот я подходил другому раму просто по ходу делал спросить что скажу что как он дома вообще это делать с пластиками он говорит мы делаем это в стеклянных стаканах мы делаем стеклянных стаканах он сказал в принципе что во втором это вот в третьей емкости это принципе не должно быть проблемы уже вот даже если это будет температура такая вот то есть то есть здесь есть место наверное где-то у сторожителя по крайней мере посоветоваться с рамом которым вы советуетесь вот и либо вот я сказал конкретно я спрашивал рау горман он сказал что это нет проблем в этом не считается что это варка запрещенная поэтому вы можете полагаться либо проверять это лично но моим не это не мое мнение мое мой долг это вам сказать здесь различными так пожалуйста почему во первых вы 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 просто это процитировали хазуныш это то что написано буквально эти слова вот хазуныш написано это такая вещь по моему simon это 52 кажется там написал вот что в принципе разницы если идет речь о температурах высоких то разницы принципе действительно нет вот из-за что поскольку все-таки у нас написано четко что второй сосуд он не варит мы мы не знаем точно что означает это понятие что такое второй суд не варит написано четко что 2 сосуд не варит вот это четкая вещь вот поэтому что в таком случае происходит вещах которые в принципе у нас до сварены до сварен вот либо у нас мало шансов что мы там не говорили что либо вот то и у вас это то таким случае во втором третьем следа будет вы можете уже облегчить так и не устражать такую вещь да вот теперь во втором сосуде безусловно правильно правильно было бы правильно бы легко варимые вещи не помещать вот теперь да но понимаете легко варимые вещи это это может быть довольно приличный список вот третий момент допустим я скажу на это просто тем которые отдельно хотел бы просто не на этом уроке вот вот но давайте мы коснемся уже третий момент есть вещи которые называется который проект прошли пастеризацию пастеризация то есть это варка к но которая варка не окончательная варка допустим молоко проходит такую пастеризацию так масло проходит масло сливочное проходит такую пастеризацию то есть эти вещи которые варились но при температуре в районе 70 градусов вино вино так вот и поэтому здесь у вас могут быть сомнения насколько они сварены так и вот в отношении таких вещей до имеет смысл устражить в отношении других вещей так у вас допустим заварка вот у вас есть заварка вот вы имеете право не устражать во втором сосуде опять-таки как на втором судимец то что что у вас вы налили во второй сосуд этот самый кипяток а потом залили заварку потому что наоборот это будет вы поливаете хорошо тогда вот вот нет нет то есть вещи которые которые у вас сварены принципе и у вас нет по идее да это можно хотя мы с вами это еще не обсуждается момент как раз ведь обойти к этой теме о том что в жидкости который полностью остыли там говорится о том что если не просто остыли то там есть по нибудь в некоторых ситуациях тоже варка но вещь который полностью сваренные по идее втором суде можно и не устражать хотя есть сторона и устражить то есть мы сами стараемся это делать все-таки перемещать в третий сосуд вот да пожалуйста вы говорите шабат немчанике да то есть и вы имеете режим когда перестали на шаббат на шаббат на режим шаббат какая там температура да в танце и дело что более того вы можете это сделать даже опять-таки это наверное правильно чтобы дома были допустим но если если у вас есть нормальный как бы сосуды норма это нормально из пластиковые не пластика пенопласта пенопласт вот мне просто не подняли больше стужает ну да конечно подавать не всегда это хочется просто есть люди которые важно чтобы досталось горячим важнее даже чем чтобы это было хорошей чашки вот так он пенопластом хорошо держит просто это самое тепло по идее если вы делаете в третьем сосуде он с одной стороны до охлаждает но только там ты не сбивает сильно я еще раз говорю я еще раз говорю такой момент что есть случай когда нужно устражить и во втором сосуде до имеет смысл устражить так вот теперь есть а я привел я я привел примеры тебе так легко варимые вещи однозначно вот вещи постели вы прошли по стерилизацию это второй момент который возможно имеет смысл устражить так вот и дальше уже это есть те кто устражает есть и когда не устражает вот эти вещи которые есть те которые устражали устражают так вы можете втором сосуде это использовать так то есть все что я сказал до этого мы перемещать на третий так допустим а все остальное нет нет правильно но она сказано это и в туса фото сказано о том что стенки они все-таки охлаждает это то то что мы плохи должны выполнить так вот и большинстве мнения под большинство мнение уже третий сосуд все-таки это достаточное наше старание да и штат лучше лану когда когда это когда это разрешается уже сделать в большинстве случаев это понятно а вам понятно просто это почему это все сражения необходимы я я понимаю я понял да что да безусловно иначе бы он быстренько выкипал безусловно но там я думаю что есть не меньше 80 я думаю что не меньше 80 что что да по идее да по идее можно по идее можно вот и вот я дыхает я сказал уже что во втором сосуде да то есть я их в этом и 170 градусов и выше да во втором сосуде по всем мнениям и показаны и шина будет наверняка будет творить легко варимые вещи либо по которой под сомнению легко варимые вещи так вот к таким кстати легко время вещам можно носить в том числе и и эти знаете сухарики то теперь давайте начнем темы следующий понять который хотел обсудить это то что называется пишу лахар пишу до варка после варки варка после варки так начать по крайней эту тему значит прежде всего что такое парка после варки у нас вещь сваренная вот почему мы говорим о том что происходит варка после варки почему такая есть пищи начнем с того что мы уже сказали раньше что варка безусловно должна нам качественно менять вещь только тогда это варка называется варка в отношении еды в отношении предмета мы говорили что там достаточно то что он размягчает вот но здесь должно быть какое-то честное существенное изменение вещи я говорю за то что буду рассказывать весом на еду пашки наской традиции данном случае вот так сказано такое что вещь которая сварена полностью так то есть мясо сварили вот варка этой вещи после этого снова пытайтесь это делать она не имеет смысла да потому что она не имеет качественно несет качественном улучшение так почему нет варки после варки в отношении таких вещей потому что она качественно не улучшается так теперь в отношении воды четко сказано что есть варка после варки так какой воде идет речь вода которая полностью остыла вода которая полностью остыла так теперь когда вода не полностью остыла я объясню что такое не полностью остыла сейчас вот то по мнению рамо то есть ашкинадского закон учителя варки здесь нет варки здесь нет так какой температуре идет речь к гибературе идет речь я спрашивал определение это температура урава рам сказал такое определение что то есть в рамо написаны такие слова когда не остыл до конца когда не остыл до конца то есть когда не остыл до конца это еще называется что при этой температуре если я буду увеличивать я не делаю существенное улучшение вещей вот вам сказал что это температура при котором люди еще кушают считается кушает но употребимые вещи примерно приведу суп суп он вас обычно вы кушаем его горячим допустим так горячим вот и он начинает вас остывать есть температура по которым мы уже их суп не кушаем да вот когда это еще теперь вот это не наступило то перед ней мы еще такой кушаем еще такой вот такой суп мы будем кушать еще до вот эта температура и съесть та самая нижняя граница ниже который считается уже остывшие на плату да она промежуточная на промежуточной то есть когда у нас есть да какой-то промежуточной момент если у вас не остыла ты можно делать если у вас не остыла до такой степени обычно это как раз и происходит когда собственно говоря вы не так давно снялись с платы потому что на остыне довольно остывает обычно быстро вот но в чем здесь принцип да что у меня она еще не достаточно остыла и поэтому если сейчас буду увеличивать температуру то сделать новую варку да она у меня существенно не изменит его качество так и поэтому даже в таком случае когда есть жидкость до повышение температуры когда еще не остыла до конца не является запрещенной варкой после варки так понятно да теперь есть другой момент который нужно знать вот и не знаю что книги написано но просто я поднимаю тему чтобы вы если будут вопросы то это тоже обсудить то что делать у нас варка после выпечки допустим до после выпечки после выпечки то есть нас была в вещь которая была выпеченная мы ее сейчас варим либо наоборот вещь которая была варена мы сейчас будем до выпекать какой форме это возможно вопрос но идеи идея сама по себе так вот первое что прежде всего то что мы уже привели это в отношении именно хлеба хлебом выпекал выпекали его так и поэтому когда я помещаю допустим суп вот здесь как раз произойдет происходит классический пример варки выпеченные вещи вот так и в данном случае как безусловно по большинству мнениях данном случае до нужно устражать то есть что идет речь о том что мы сразу с вами видим здесь яд солидат да и нас даже не стоит на огне но поскольку сейчас из-за того что у нас есть эта температура при которой идет варка мы помещаем вещь которую нас допустим было выпечено у нас происходит как раз это самый запрет что мы варим выпеченная вещь да именно к здесь как раз есть применение нужно определить нам заранее что здесь нет яд солидат давайте остановимся здесь учалась до зашим освещение вот так далее и Продолжение следует...